всем привет решил обсудить такую тему как соседи знакомые не очень хорошие и как они любят одолжить инструмент попользоваться на пару часов или там пару минут так вот этой теме у меня была история сижу дома звонок открываешь сосед сверху с этажа говорит купил шпильку пятерка ну 5 миллиметров такой шпилька там ерунда мелочь нет у тебя пилки и и перепилить да говорю есть пилка по металлу с этим двусторонним полотном дерево и металл даю ему говорю только пилку переверни у меня стояло по дереву так как я в основном по дереву шепелял вроде все понял да хорошо конечно через 15 минут звонок открываю двери стоит сосед расстроенный говорит купил какую-то шпильку коленую что-то не то говорит вообще не пиляет может я еще что ездить да нет больше ничего нету приносит мне пилку смотрю на нее и я в ужасе кто-то переворачивал то полотно зубья по дереву нету как линейка ровные он все сточил и чтобы вы понимали этот человек работает строителем как такой человек может что-то построить если нет понятия элементарного как надо пилить 5 миллиметровую шпильку вот такие вот безрукие есть это еще слава богу что я ему не дал электро инструмент никакой что это все обошлось это малой кровью и вот с того момента я зарекся соседям далеким знакомым да вообще знакомым не давать инструмент разве что какой-то садеповский ключ который так валяется без дела а так в принципе нет хочешь иди покупать бери в аренду как хочешь так и выкручивается никакого инструмента потому что поломают потом начнут ой ты мне поломанный дал я только начал он сломался а возвращать никто не хочет как всегда ремонтировать никто не хочет и начинается понятно что есть такая поговорка хочешь избавиться от человека дай ему взаймы денег ну или можно сказать еще одолжи инструмент но не избавляться и так могу избавиться а вот с поломанным инструментом что потом делать самому ремонтировать за свой счет или новый покупать тоже не очень интересно потому лучше никому ничего не давать для себя так будет лучше а соседи да насрать на них ничего страшного обойдутся сами хай обижаются хай не обижаются я ж не для них живу мне на них насрать в принципе соседи ну да привет привет пока пока все мне с ними детей не крестить мне к ним в гости постоянно не ходить они мне не друзья просто соседи то есть принципе я знаю что если я одолжу друзьям вот своим друзьям если они поломают инструмент они мне либо купят новый либо отремонтирует его а соседа такой человек это же как не знаю сказать бесполезный вредитель а это любители да как это показывают в фильмах роликах найдите такого соседа который долбит с утра до ночи вот он еще хуже наверное такой сосед потому что у той собаки свой электроинструмент есть и он это не дает спать ночами ну может не так ночами как днем а а так лучше конечно иметь соседа без инструмента ему не одалживать ну а разобраться да ну соседи все таки такие люди странные некоторым конечно везет соседям и то в принципе ну как ни крути соседи вас ну как привет привет да пока все ну иногда зайти в гости нам может образно говоря сахара кого-то одолжить ну то есть такое по мелочь и то я таким не занимаюсь у меня закончилось я либо пойду куплю либо просто даже обойдусь ну к соседям я не хожу да соседи были тоже разные и одалживали одолжить денег принципиально соседям не одалживают денег но были такие случаи что одолжи-одолжи я отказывался а потом другие соседи мне ходят жалуются ой одолжил денег а уже по полгода не отдают ну так я хочу сказать баран твои проблемы мне проще живется я не одалживал потому как-то соседи это уникум нашего времени конечно они могут и про меня такое думать но как я говорил мне насрать на соседей и образно говоря у меня своя жизнь это своя семья свои родственники и друзья а соседи это такое они сегодня есть завтра нет уже сколько раз поменялось этих соседей ну вышел поздоровался и пошел дальше все в принципе а так это свой свой уровень какой-то должен быть осознание есть конечно может и хорошие соседи же люди с ними нормально общаются нормально в гости ходят делятся одалживают но мне по крайней мере таких не попадалось и по разговорам знакомых встречаются настолько уникальные соседи что я не знаю просто страшно даже разговаривать про такое они же западло делать на каждом шагу вот ночь не знаю их жаба чего-то давит вот они увидели у тебя что-то все ты враг народа вот были хорошими соседями да на образно говорят ты купишь машину новую все тебя будут проклинать тебя будут обсуждать ты говно ты блин одет эти деньги либо украл либо как ты вообще наркоман то есть оп муха иди отсюда это не муха джилка ладно то есть ну сам факт что соседи их вечно почему-то давит жаба по крайней мере моих им все не нравится они все завидуют всему да мне вообще пофиг на тех соседей ну купил машину да и фиг с ним катайся лишь бы ко мне не заходил деньги на бензин надалживать или еще что-нибудь а так соседи это свой контингент у каждого они свои как я уже говорил но мне пока попадали самые такие уникальные но буду надеяться что в дальнейшем будут хотя бы адекватные соседи чтобы просто ну здороваться хотя бы чтобы они были адекватные инструмент уже все это исключено соседям я не одалживаю да и деньги так же самое я не одалживаю да были соседи да о привет у меня интернет отключили не можешь дать пароль вай фая нет конечно блина у тебя отключили иди заплатить деньги пользуйся что я тебе буду свой интернет раздавать ну это маразм ну думаем мы с моим поняли всем пока до следующих встреч в следующих встреч в следующих встреч Продолжение следует...